Репортаж ведем. Я, Новиков Дмитрий, и мне, соответственно, вместе со мной оказывают мне помощь Рами Брагимович Емиш, бронзовый призер Олимпиады. Ну что, последний финал нашего репортажа из Тюмени. Весовая категория до 66 килограммов. И на татаме Хаметов Ислам, представитель Привожского федерального округа, за два региона выступает Ислам. За Самарскую область и Республику Удмуртия. Тренируется под руководством Гуляева Али Юрьевича. Соответственно, оппонент у него в синей дзюдоге Мгдесян Егор. Егор, он представитель Южного федерального округа, Краснодарский край. И тренируется он под руководством бригады тренеров. Это тренер Бородим Владимир, Бабаян Рудольф и Мгдесян Ервант, родной брат Егора. Ну что сказать, Егор спортсмен очень опытный. Победитель первенства... Оу-ю-ю! Какой контратака, контратака, да. Хаметов прочувствовал. Пытался что-то типа грузинского варианта, гадавы, исполнить Мгдесян. Касо Тагаки зацепил Хаметов его. Ну что сказать, спортсмены очень опытные, как Хаметов. Ну, значит, Хаметов является мастером спорта международного класса, неоднократный призер Кубков Европы, чемпионку. Есть у него победы на Кубках Европы. В этом возрасте он, собственно, он 93-го года рождения. Мастер спорта международного класса, соответственно, Егор Мгдесян победил первенство мира 14-го года в Майами, США, в упорной схватке. Победил Егор, проигрывая в Азаре Юка. Ну, добился успеха. Оп, как он сконтрил. Начал и закончил Егор. Молодец. Великолепная такая была комбинация. Пошел на гриб-кросс, показал, что будет атаковать гадавы. И назад посадил. Да, а Касота Гаки опять пытался защитить с Хаметов, а Егор провел зацеп изнутри. Егор представитель города Армавира, его тренер Бабаян. Он очень известный тренер, заслуженный тренер России, Советского Союза, создатель краевой школы самбо и дзюдо, президент федерации дзюдо Краснодарского края, исполнительный директор Южного федерального округа федерации дзюдо. Атаковал Ислам. Сейчас переходит он. Попытка перейти на болевой прием. Ну да, тут такое нестандартное было очень действие. Тут надо обладать, конечно, чутьем великолепным, да? Да, чутьем и кошачьей такой ловкостью, чтобы обманул тут Егор, конечно. Первый раз его чуть не прихватил Ислам, да? Да. И второй раз воспользовался Егор этой ситуацией. Ну, сейчас вот попытка опять же. Да, 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 да. Такое же движение. Ну, что сказать. Егор, он борется в правосторонней стойке, такой высокий спортсмен, высокого. Ну, значит, соответственно, получает Шида. Второй Шида получает Ислам за выход с татами. Очень неудобно ему бороться. Высокий оппонент у него. Да, 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 смотри, как. Ой-ой-ой-ой, ну! Ой-ой-ой-ой. Устоял Егор. Да. Опасно было. Вот Хаметов тоже очень хорошо чувствует этот ситуат. Тоже очень чувствительный. Такой, он, как бы, может вот это косо-тагаки, как бы, раскрутить в обратном, за счет вот этого зацепа, раскрутить в обратную сторону. Он так и за выход в финал выиграл встречу у представителя Северокавказского округа. Так что там с Егором? Султаново. Кровь, да? Ну, видимо, кровь, легкая травма. Сейчас, по новым правилам, если идет кровотечение, неважно, то спортсмен уходит с татами под руководством арбитра. И, соответственно, врач, лицензированный соревнованием, оказывает ему помощь, чтобы остановить кровотечение. Ну, это и правильно, чтобы вот эстетически, потому что кровь, если падает на татами, потом надо полотера и так далее. А тут на краю татами происходит работа. Совершенно грамотно положение вещей определяет на татами арбитр олимпийской категории, категория А, перевозников Александр, представитель города Челябинска. Давно Александр работает. Сергеевич. Сергеевич, но не Пушкин. А ему помогает Чимаев и, соответственно, Галина Шульга. И Чимаев представитель СЗФО, и Шульга представитель Центрального федерального округа. Ну что, пока ведет, ну что, вот опять пытается, вот сразу атакует Магдасян. Кстати, вот Ихаметов очень неплохо чувствует болевой прием, вот грамотно с ним работает, вот Али Гуляев, он... Дим, знаешь, вот независимо от того, что Егор такой высокий Магдасян, он очень физически сильный. Он с одной ноги делает сальты назад, с одной ноги, вот так вот поднимает одну ногу и делает сальты назад. Ну, неординарные очень ребята, конечно, очень они генетические, ну, гениальные, по сути, вещи, спортсмены. Потому что бороться на таком высоком международном уровне. Я вообще считаю, что все спортсмены, которые попадают, отбираются, проходят у нас горнило, особенно в мужской части. Это все очень талантливые ребята, в принципе, гениальные спортсмены. Тем более у его семьи, его же старший брат тоже был долгое время в сборной команде. Хотя он очень молод, ему 23 года, и сейчас работает тренером, почему-то он закончил. Семья великолепная, одаренная и красивая. Да, симпатичные ребята. Соответственно, вот что сказать про его брата, родного Ирванда. Ирванда тоже был чемпионом Европы среди молодежи. И по самбо он там отличался, по-моему, является мастером спорта международного класса. Ну, Шида получает сейчас, второй Шида получает за нарушение рабочей зоны Мадесиан. Еще много бороться, 50-да, но вот так вот. О, как она? Контратаковую. Ну, мне кажется, вот подздал немножко вот сейчас Мадесиан. Ну, времени мало осталось. Да. И подтягивает чуть-чуть время. Ну, спортсмен очень опытный, очень чувствительный. Ислам тоже сейчас атакует, пытается пробиться. Вот, ну, собственно говоря... Просто так Ислам не отдаст. Да, да, да. Борьба, вот эти почти 35 секунд будут жесткие очень. Вот так, попытка атаковать. Егор может сейчас получиться замечание, а остается очень много времени. Ну, оценка перекрывает замечание. Конечно, 20 замечаний не получит он. Ну что, посмотрим. Ну, кто его знает. Не дай бог. Я буду расстроен. Сейчас вот показывает арбитр на татаме, что надо завязать. Встреча. Продолжается встреча. Ну, что хотелось сказать. Вот грамотно работает тренер Гуляев. С Хаметом тоже. Все-таки 7 лет он уже на виду. И что хотелось бы отметить у Гуляева, в этом сезоне, во всех возрастах у него призеры страны есть. Егор, Егор, надо что-то делать. Да. Ай-яй-яй. Ну, это Шида стягивание. За это могут дать Шида. Я думаю, что это Шида. Подустал, конечно, Мадосян. Тоже поборолись ребята. Предпочтительнее так посвежее вылет Хаметов. Хотя тоже... Не дает перевозников замечания. Ну что, последние секунды нашего финала. Ну, нет, не может. Нет, это уже отчаянная попытка. Да. Все. Ну что, можно поздравить Армавирцев. Поздравляем Армавирскую школу дзюдо. Также поздравляем, конечно, мы тренера Олега Гуляева. И совместную подготовку Федерации дзюдо у Республики Удмуртия, Самарской области. Поздравляем Дима. Поздравляем Привожский федеральный округ в моем лице. И Южный федеральный округ в вашем лице, Арамби. Спасибо. С золотой медалью у нас серебряной. Ну вот, сегодняшний день заканчивается. Смотрите нас завтра. Трансляция с 11.00 по тюменскому времени. Плюс 2 часа здесь время разница с Москвой. 9.00 по Москве. Завтра будут интересные встречи. 4 весовые категории. До 73, до 81 килограмма. И в женской части...